Я потратил на 750 евро, чтобы сказать, что я прав. Примерно два года с момента оригинальной версии Steam Deck'а я ждал, когда... Давайте ускорим. ...вот какая-то крупная компания из тех, что начали лепить подобные консоли, когда хоть одна из них додумается вставить не какой-нибудь 1080p, не 2K, не 4K-экран, а OLED. И мне казалось, что это прям суперочевидная идея, которая лежала на самой поверхности. Ну не вывозит вот этот AMD's Z1 Extreme, каким бы мощным он ни был, ну не вывозит он AAA-игры на 1080p разрешения. Бля, я же буду когда делать ролик про 500 герц, я же скажу, что у меня ПК на Интеле. Я просто уже предвижу, как люди такие, бля, лучше бы AMD взял. Я просто, ну, я же скажу, ребята, мне нужна была материнка с Тендерболтом, а ей же вот, ну, ну... Они будут мне рассказывать то, что, блядь, на AMD есть Тендерболт. И показывать вот этот ебаный, ну, порт Type-C. Это же вообще пиздец, чуваки. И какой тогда смысл... ...вот или нового Asus Rogue и прочее говно пихать эти 1080p, 4K и прочее экраны. И в итоге на этих консолях ты играешь в те же самые 720p или 800p, что и на Steam Deck'е. Хай, 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 хай. У тебя размазывается по Full HD или по 2K экрану и выглядит просто как кусок мыльного говна. Почти два года я ждал, когда хоть кому-то из этих производителей придет в голову сделать аналог Steam Deck'а с OLED'овским экраном. И хвала Господу, наконец-то такой производитель нашелся. Это сама Valve, которая сделала не аналог Steam Deck'а, а сам Steam Deck с OLED'овским экраном. Блядь, мне же китайские консоли пришли на почту, надо будет их забрать. У меня там, короче, что вы понимали, пришел клон этого... ...сони... ну не Sony Portal, а какая-то новая хуйня называется, которая по-облачному подключается к PlayStation 5. Ну как по-облачному, ну вы поняли, типа, просто подключается к PlayStation 5. Вот, короче, и ее копия пришла. На самом деле, Steam Deck'а LED можно описать буквально несколькими словами. Да, 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 да. Это просто самое лучшее портативное игровое устройство на рынке, без всяких уточнений или дополнительных условий. Да, и лучше твоего говна тоже. Каждая деталь и каждый компонент Steam Deck'а находится в нем не потому, что так захотел какой-то дебил из отдела маркетинга. Блядь, я не смогу нормально смотреть на Steam Deck после того, как я увидел ее в жизни. Потому что, знаете, вот какое первое знакомство у нормального геймера за Steam Deck'ом? Ну, наверное, ты-то открываешь, такой, какая-нибудь единочная игра на прохождение, да, что-то вроде этого. Как познакомился я с этой консолью? Леда приезжает из Таиланда, достает ее, повыебывается Steam Deck'ом, дает мне в руки. И первым делом я включаю его, и там нахуй Дота установлена. Я спрашиваю его, блядь, подожди, ты установил только Доту на Steam Deck? Он такой, да. Я спрашиваю, нахуя, что бы играть в Доту? Ты что, тупой, типа? Он спрашивает меня, говорю, что бы играть в Доту? Я говорю, ну, пизда-то, брат, охуенная идея. А во что ты еще играешь? Он говорит, ну, я еще играю в War of Gods. Я такой сначала, типа, что, блядь? Ну, War of Gods, охуенная игра. Я пошел гуглить, что это такое. Оказалось, что это какая-то средняя игрушечка, прям, ну, прям средней паршивости. И я спрашиваю, брат, то есть, чтобы вы понимали, чел параллельно играет Nintendo Switch. У него там Зельда, Марио Диссей, нахуй. То есть, понимаете, какие игры, да, какого уровня? И тут у него Steam Deck, блядь, с каким-то War of Gods и Дотой. Чё, блядь? Я вообще логики не понял. А потому что инженеры, создававшие эту консоль, поняли, что именно эти детали и компоненты будут сочетаться между собой, будут достаточно для комфортной игры, и при этом, что очень важно, не будут избыточны и бесполезны. И все, что они сделали со Steam Deck OLED, это просто взяли... Нет, я ему потом сказал, типа, какие игры покачать, но может он их потом установил, я не уточнял. Оригинальный Steam Deck, который сам по себе был лучшим портативным игровым устройством на рынке, и довели его до совершенства. К примеру, возьмём стики. Они и так были неплохи, но теперь на дефолтных насадках есть специальные ободки, благодаря которым большие пальцы чувствуют себя ещё более комфортно. А вот расположение стиков осталось прежним. Потому что оно идеально. Когда твои большие пальцы лежат на стиках Steam Deck'а, даже во время игры они буквально отдыхают. В отличие от всяких Rogue Life или Nova, где у тебя левый стик немного смещён, типа как на Xbox'овском геймпаде, чтобы было, но на деле из-за этого у тебя левый большой палец находится в постоянном напряжении, и через полчаса начинает буквально отваливаться от боли. Но особенно интересно то, как Valve подошла к проблеме слишком быстро разряжающегося аккумулятора. Чтобы решить проблему автономности Steam Deck'а, Valve увеличила длину зарядного кабеля, а что на целый метр. Значит, теперь вам вообще не нужно отключать Steam Deck от розетки и переживать об оставшемся заряде. Но всё же главным апбрейдом, благодаря которому новый Steam Deck и получил своё название, имеется роскошный OLED-овский экран. И вы даже не представляете себе, насколько это меняет буквально всё. Мне сложно вспомнить вообще хоть что-то, что настолько же идеально дополняет друг друга, как Steam Deck и OLED-овский экран. Это не просто более контрастное изображение, более насыщенные цвета. Каждая игра, даже та, в которую ты играл уже десятки раз, буквально обретает новую жизнь. Ты как будто бы впервые проходишь её, протерев, запотевшись с другой стороны экран. Я не помню, чтобы даже какие-то модные изменения графики в играх давали настолько же сильные изменения, как замена Steam Deck-овского экрана на OLED. Этот экран, он сам по себе, как какой-то универсальный мод, который каждую игру делает красивее. И это настолько заметно, что ты чувствуешь это, даже без прикладывания старого Steam Deck'а к новому. Это вообще касается любого монитора, любого телевизора, вот в этом плане, да, если ставишь что-то по пище, и, конечно, там впечатления будут абсолютно другие. Это правда, это правда. Например, каждый раз, когда ты сидишь и играешь на Steam Deck'е в темноте, и твой персонаж тоже в темноте идёт по какому-нибудь коридору или освещает что-нибудь фонариком, ты замечаешь, что ты не видишь краёв экрана, потому что они натурально чёрные, благодаря технологии OLED. И это даёт такой буст к погружению, что мне сложно описать это словами, потому что это, во-первых, реально очень круто, а, во-вторых, я дебил, и у меня очень бедный словарный запас. Вообще, есть две версии Steam Deck OLED. Одна более дорогая, вторая более дешёвая. И вот так, которая более дорогая, она обладает первоклассным, химически травлённым, антибликовым стеклом, которое испортит вам цветопередачу, и поэтому брать нужно более дешёвую версию с глянцевым стеклом. И даже если вы хотите себе экран с травлённым стеклом, то проще купить более дешёвую версию и затравить стекло самому. Мой урод. Чисто стеклянный лошок. Блядь, я вижу, я их вижу. Блядь, это реально? Это реальность? Бля, я даже, ебай, вот это качество, ребят, я даже вижу отмертвевшую кожу на носу и грелинка. Блядь, это что такое там? Нет, нормально, это нормально. Блядь. Я думал, это камни. Это же просто кусок прозрачного пластика. Вот это качество. Вот и всё. Стекло успешно затравлено. Вы же не какие-то там лошки. Вот, кстати, вот по этой причине нахуй, блядь, использовать 4К камеру, ребята. Или даже чё-чё-то покруче. Нахуй, блядь. Снимайте Full HD, чтобы не было видно ни ваших волос, ни ваших соплей, ни ваших зубов каких-то. Вот поэтому, ну, не нужно, блядь, лезть в качество, ребята. Только хуже. Люди будут видеть, что вы в жизни. Вот смотрите вы видео. Вы такой красивенький там, ни хуя не видно, размытенький. Ещё надо, знаете, какой-нибудь там эффект дымки добавить, чтобы тебе вообще ни хуя не было видно. Виньеточку где-нибудь. И всё заебись. И ещё, знаете, засвет какой-нибудь жёсткий. Вот, типа, чтобы было как-то вот, ну, вот, допустим, ну, вот, допустим, вот, ну, вот, какая из это какая камера, вот это. Допустим, вот так. БЛЯЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕсЁ! ГЛАЗАААА! Ооооооо! Ау, 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 слишком жёстко! Тихо, тихо, тихо. Ну, лишние бабки платить, лол. И ещё одна вещь, которую я нахожу просто уморительной. Как вы помните, я недавно делал обзор на PlayStation Portal. И я ещё тогда упоминал, что Steam Deck может быть более интересной альтернативой. Но сейчас с выходом Steam Deck Oled, он вообще абсолютно во всём лучше, чем PS Portal. Он может делать даже то, что PS Portal... У тебя вебка или 4К камера? У меня 4К камера. Так ты видишь, я урод. Это не способно. Я сейчас даже не про то, что у Steam Deck'а OLED-овский экран, а у PS Portal LCD-шный, а про то, что Steam Deck OLED поддерживает трансляцию игр с PlayStation 5 с HDR. В то время как PS Portal, будучи фирменным устройством от Sony, со своим дерьмовым экраном на это просто не способна. И я уж не знаю, как так получается, но в то время как на PS Portal у меня постоянно происходят какие-то фрезы и зависания, на Steam Deck'е всё идёт максимально плавно и гладко, и я вообще не знаю, как это возможно, но... ...сходят какие-то фрезы и зависания, на Steam Deck'е всё идёт максимально плавно и гладко, и я вообще не знаю, как это возможно, но... А, это у меня залагало, я наскуда подумал, что это у него. Кажется, что её вообще нет, хотя на PS Portal она всё ещё ощущается. И вы меня спросите, это что теперь значит, что PlayStation 4... Это у меня нахуй ПК не может... У меня не понимаете, у него Steam Deck тащит, там, не знаю, любую игру. Мой компьютер на 14900K на 4090 не может вытащить, блять, видео в Full HD. А то можно просто взять и выбросить в мусорное ви... Ладно, ребят, я, конечно, шучу. Естественно, я не буду этого делать. Вместо этого я лучше разыграю PlayStation Portal между бомжами, которые найдут её на свалке. И знаете, каждый раз, когда я делал обзор на какую-нибудь очередную убийцу Steam Deck'а, каждый раз я говорил одно и то же, что какой смысл ставить в такого размера консоль какой-нибудь 1080p или 2к... Вот видели, опять пролагало, сука, но это рофл какой-то. У меня ПК стоит, блять, больше 400 тысяч рублей. И он нахуй, блять, не тянет видос в Full HD! ...если это приводит к падению производительности, к падению автономности, к падению вообще абсолютно всего. И проблема в том, что... Он не пролагал и скипнул рекламу? А, да, я так и... Да. ...все эти Rogue Live, все эти Lenovo Legion Go, возможно, это будет касаться и консоли от MSI, которая вскоре должна выйти. Проблема в том, что их все будто бы делает отдел маркетинга, а не какие-то инженеры. Я никак иначе не могу объяснить, зачем вставляются все эти 1080p, 2к и так далее экраны. Я не могу найти никакого для этого оправдания, кроме как для того, чтобы потом в рекламе красиво написать, что у вашей консоли самое большое разрешение среди всех портативных консолей. И сегодня специально для вас, мои любимые подписчики, я хочу прям на практике показать, прям рожи всех этих маркетологов тыкнуть в говно. Я хочу поставить в этот самый Steam Deck 1080p экран. Это мой старый Steam Deck LCD, не бойтесь, мой OLED-овский Steam Deck лежит здесь, с ним я ничего делать не буду. Вставим сюда 1080p экран и посмотрим, насколько же это отличное было бы решение со стороны Valve. Где-то примерно 3-4 месяца назад я наткнулся на какой-то стартап чуваков, которые делали Full HD версию экрана для Steam Deck. Да, на тот момент еще не было известно, что буквально через несколько месяцев, ровно к релизу этого самого набора, выйдет Steam Deck OLED и, собственно, этот экран вообще перестанет выглядеть каким-то апгрейдом и превратиться скорее в даунгрейд Steam Deck. Но я от своего предзаказа отказываться не стал, потому что я как раз и хотел показать всю бессмысленность установки в Steam Deck Full HD экрана. Ле, капец, вот эти пролеты клевые у Линка. Классно выгладит. Причем, хотя я знаю, что это за аппаратура, мне дед скидывал, о, не дед, Кель, по-моему, да-да, мы с Келлем эту тему обсуждали, а потом через деда пытался купить вот эту же аппаратуру для пролетов. Короче, ну, стоит дорого, стоит дорого, тысяч, получается, там, по-моему, 200 надо отдать за все вот это оборудование, даже побольше, наверное, потому что Линк вроде себе вообще все, что можно с этого сайта купил, а я хотел только отдельный, этот, отдельную приколяху взять себе. Пизда! Вот это момент. Да, это тот самый момент. Сейчас было бы забавно, если бы он, ну, просто не заработал. Когда спустя два часа копания в железе, ты, наконец-то, можешь сказать, блядь, потому что экран не включился. Это одна из тех причин, почему я в железяке особо не пытаюсь слезть. Короче, у меня же была история, я решил поменять блок питания. А я, ну, я такой, короче, меняю блок питания и смотрю какой-то пин лишний. Я думаю, блядь, надо найти в эти места, тебе место в блоке питания. Я, короче, вставляю, запускаю компьютер, и он у меня начинает дымиться. Блядь, он реально, он заискрился нахуй и начал дымиться. Ну, там сразу, типа, предохранитель, как я понял, был, и он у меня сразу оффнулся, слава богу. Но дым шел, и я такой, блядь, что я сделал? Для понимания, этот блок питания у нас все еще есть. И знаете, где он стоит? Я отдал его Нелле. Блядь, у нас просто дома, я говорю, мина замедленного действия стоит. Ну, вообще-то, на самом-то деле, я посмотрел, там вроде ничего такого не было, просто один порт сгорел нахуй. Ничего прям ужасного. Сам блок питания охуенный, поэтому в целом все хорошо. Ну, в чем прикол произошел? Я, короче, напрямую подключил жесткий диск к блоку питания. Лишь две вещи, которые я мог сломать, вставляя новый экран в Steam Deck. Первая — это экран, а вторая — это сам Steam Deck. И как бы странно ни звучало, я надеялся, что я сломал именно его, потому что доставки нового экрана пришлось бы ждать около двух месяцев. А бэушный Steam Deck, пускай и за 300 евро, что в три раза дороже, чем новый экран, я мог купить буквально в тот же день. Я, какой-то вайп ласт у фаса прям. Это графика? Воу! Воу! Я... Вау! А вот она найдена! Леон, ну это было круто. Окей, это было классно очень. Жестко. Да, я говорил, что экран пришлось бы ждать два месяца. Потому что я не думал, что я найду его у перекупа на ebay. Всего за в два с половиной раза большую цену. И тут я подключил его к своему старому Steam Deck, который, как я думал, я сломал. И оказалось, что я его не сломал. Бля, такая классика. Вообще же за... Знаете, я себя чувствую, как герой фильма «Лицо со шрамом» Тони Монтана, когда он сидит вот так вот за этим столом вальяжно, и перед ним вот эти горы. А у тебя мониторы? Сами знаете чего. У меня тут Steam Deck OLED. У меня тут мой старый Steam Deck с 1080p экраном. А также... У меня вот то же самое примерно сейчас, только у меня стаканы. Причем, посмотрите, какие они разные. Есть вот такой маленький. Я без шуток говорю. Смотрите, есть вот такой маленький. Есть такой, который больше, чем моя голова. Есть внимание для майнкрафтеров. Есть из вкусного очка. И самое любимое, просто обычный стакан с водой. Совершенно, как выяснилось, напрасно купленный Steam Deck с уже обратно вставленным 720p экраном. Ну и наконец-то мы можем сделать то, ради чего я, собственно, и записывал это видео. А именно сравнить, как одни и те же игры выглядят на 1080p экране Steam Deck'а. И как они же выглядят на 720p экране тоже Steam Deck'а. И вы сейчас скажете, ну как ты собираешься это сравнивать? Ну ты запишешь гейплей, что ли, на каждой из консолей, потом нам покажешь? Мы же, типа, все равно будем смотреть через свои дисплеи, через свои мониторы. Ну скажет, типа, не, я субъективно оценю. Да, блядь, очевидно, что он скажет, разницы вообще особо никакой нет. Одинаковая хуйня, похуй. Наверное, что-нибудь такое. Ну, дискный вариант здесь, наверное, только разве что под микроскопом. Как-то экраны разглядывать и снимать их. Ну ты же не будешь заниматься этим, Игорь. Ты же, ну, не совсем конченый долбоёб. Блядь, нет. Нет, чувак, ты это делать не будешь. Блядь. Вот про эту оборудку я говорил, кстати. Капец, она клёвая. Блядь, он реально поставил микроскоп на камеру. Ну, это, конечно, не микроскоп, но думаю, что различия вам видны. Это кусочек из меню Fallout New Vegas, и, как вы видите, в 1080p он действительно выглядит лучше. Если на 1080p экране игра запущена в нативном 1080p разрешении, то вы можете видеть, что пиксельная сетка становится менее заметной, и сгибы на линиях становятся более плавными. В общем, действительно, есть определённые преимущества. И, как бы, я даже не спорю, что на 1080p экране 1080p разрешение будет выглядеть лучше. Но есть один нюанс. Всю эту разницу вы заметите только вот с такого вот... Ну да, факт. Это вспомните тот же самый PSP. Ну, говорю, то есть люди, которые играли раньше на PSP, там какое было разрешение на пихе? Там же даже, по-моему, не 720p было. Там вообще очень маленькое. И люди играли, кайфовали, и такие, ебать, классно, сука, графон жёсткий. Я потом, когда стал постарше, я запустил игру на эмуляторе пихе. Смотрю и такой, а чё графа такая отстойная? То есть реально, чем меньше экран, тем графика выглядит лучше. Потому что экран меньше. Ну, это очевидно. Состояние. Но, если вы реально вот так вот играете, то тогда да, тогда вы просто дебил. Но, как я уже упоминал, во многих играх Steam Deck просто не вывозит 1080p разрешение. И в таком случае, даже на 1080p экране в игре вам придётся выставлять 720p разрешение. И вот тут изображение на Full HD экране становится даже не таким же, как на 720p, а даже хуже. По сути, растягивание такой 720p картинки игры до Full HD разрешения экрана приводит, в частности, к тому, что в каждом ряду каждые два пикселя должны трансформироваться в три. То есть каждый пиксель должен стать полутора пикселями, а это невозможно. И поэтому один пиксель из этих трёх будет вычисляться как-то приблизительно. И из-за этого появляется огромное количество всякого дребезжания, какие-то непонятные шумы, артефакты и так далее. А помимо этого, по причине всё того же масштабирования, на Full HD экране картинка может становиться более мыльной, чем на 720p экране. И когда мы сейчас смотрим на это вблизи, может показаться, что картинка внизу, она более сглаженная. Но нет, поверьте, это не сглаженность. Это именно что мыло. А ещё, как вы можете видеть, на Full HD экране всякие узоры, паттерны и линии, особенно когда они двигаются, прибежат даже сильнее, чем на 720p экране. Ну что ж, друзья, давайте подведём итоги сегодняшнего видео. Причём, ну я думаю, половину кайсеров об этом знают не понаслышке, потому что эти чуваки ставят себе на 1080p в мониторах зачастую какое-нибудь разрешение, блядь, 800-600, чё-то вроде этого. Так что да, это вообще реально все знают, да. В общей сложности я потратил... Ну какая нахуй разница, потому что ты всё равно сидишь на маленьком мониторе, сидишь, играешь вот так, тебе похуй, ты это не увидишь. 400 долларов на бесполезный, ненужный мне Steam Deck, 100 долларов на первый экран, 250 на второй экран. Я не знаю, посчитайте всё это сами, сколько это будет суммарно. И все эти деньги я потратил для того, чтобы просто понять, что я и так был прав, и со мной, в общем-то, и так никто даже и не спорил. Нахуй я вообще это видео сделал. Ну вообще сделал очень качественно, сделал очень качественно, это правда. Он молодец, он круто сделал. Капучки и макияж, это день твой, скорее в галерею, ждёт тебя любовь. У картины неизвестный стоит мальчик гид, красивые усы, а как же он кричит?